Надежда на поддержку. 13-летний Никита Шипицын просит помощи у мячей. Мальчик страдает от врожденного порока сердца. Для дорогостоящего лечения нужны деньги. Любой телезритель может отправить смс на номер 5542 со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. Никита Шипицын человек увлеченный. Он интересуется столярным делом. С шести лет занимается танцами в народном ансамбле. Выступает на самых разных праздниках и конкурсах. Однако с годами болезнь берет свое. Никите становится трудно не только танцевать, но и просто участвовать в обычных ребячьих забавах. Бывает, когда, к примеру, мяч далеко упнешь, я быстро не могу добежать, уже устаю. Бывает, когда играем тоже в догонялки, я не успеваю догонять. У Никиты сложный врожденный порок сердца. Его мама Лариса вспоминает, хоть мальчик и не отставал в развитии от других ребят, она все время беспокоилась о его самочувствии. Он старается всюду поспевать за своими активными и энергичными сверстниками. Но его сердцу все сложнее справляться с нагрузками. Если он не выспался, ему очень плохо становится, вплоть до того, что там и тошнит, и все. Устает и в сонливости. Ну и так он не может за всеми угнаться. Бывает ему охота, как все. Он тоже себя тормозит и сам понимает, что не все он может, как другие дети. Врачи из Томска, осмотрев Никиту, порекомендовали эндоваскулярную операцию. Откладывать ее больше нельзя. Медики дают положительные прогнозы. После такого лечения мальчик быстро вернется к активной жизни. Учитывая возраст ребенка, топику порока сердца, наличие начальных признаков легочной гипертензии, показано эндоваскулярное закрытие дефекта к людорам. После щадящей операции мальчик быстро восстановится и будет активно развиваться. Операция платная. Ее полная стоимость – 333 750 рублей. А МИЧИ просят собрать недостающую сумму в размере 62 тысяч. Для помощи Никите нужно отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы смартфонов теперь могут переводить пожертвования через мобильное приложение. О других способах помощи можно прочитать на сайте Русфонда. Анна Кириченко, Николай Сужиков, Вести Омск.